Были высокопоставленные представители Кайзера. В обстановке строжайшей секретности между ними и Лениным состоялся разговор. Именно после этой встречи Ленин переработал свои апрельские тезисы. В немецком порту Заснец пассажиры пересели на пароход, отплывавший в Швецию, где их в порту Трелеборг уже ожидал Яков Ганецкий, связной Парвуса и Ленина. Стокгольм. Центральный вокзал столицы Швеции. С этого вокзала в Стокгольм уехал Ленин. С своими товарищами делали революцию. Ленин был целый день в Стокгольме. До отъезда у него были секретные переговоры насчет немецких денег. День до этого Гельфан Парвус приехал в Стокгольм из Кропенгагена, чтобы встретиться с Ленином. Ленин не хотел встретиться с ним. Он послал Ганецкого и Радека переговорить с Парвусом. Карл Радек был при Парвусе весь день. После октября 1917 года Карл Радек будет назначен Лениным в Наркомат иностранных дел. Из воспоминаний Парвуса. Я передал Ленину через общего приятеля. Теперь необходимы мирные переговоры. Ленин ответил. Его дело агитация. Тогда я сказал, передайте Ленину, если государственная политика для него не существует, то он станет орудием в моих руках. В день приезда Ленина в газете шведских демократов «Политикен» была опубликована фотография Ленина с подписью «Вождь русской революции». К этому времени Ленин уже 10 лет находился вне России, в эмиграции. И на родине его едва ли кто-нибудь помнил, за исключением некоторых товарищей по партии. Так что подпись эта была абсолютно абсурдна. Но так работал Парвус. По заданию Парвуса, Яков Ганецкий через своих агентов в Петрограде срежиссировал грандиозную встречу Ленина на финляндском вокзале. С оркестром, цветами, броневиком и матросами-балтийцами. В Берлин ушла срочная шифровка. Въезд Ленина в Россию удался. Он работает полностью по нашему желанию. На следующий день после возвращения в Петроград Ленин выступил с апрельскими тезисами. В этих апрельских тезисах была программа и тактика на полный разгром и уничтожение всей государственной системы до основания. Именно Парвусу, а не Ленину, принадлежит дьявольская и гениальная с точки зрения советской историографии находка. Это идея о том, что мировая война является катализатором революции. Уже в первом пункте тех самых апрельских тезисов содержался призыв к так называемому братанию с противником. Судя по всему, именно этот пораженческий лозунг и был сформулирован Лениным после его секретной встречи во время берлинской остановки. Удивительным образом братания совпадала с приостановлением боевых действий германской стороной. Начиналось повальное дезертирство. После приезда Ленина в Петроград немецкие деньги большевистскую кассу полились рекой. Правда, и другие большевистские газеты купили новейшее типографское оборудование. Они выходили большими тиражами. Русский военный разведчик в Копенгагене генерал Потоцкий сумел перехватить некоторые телеграммы, которыми лихорадочно обменивались петроградские агенты со стокгольмским бюро Парвуса. Телеграмма, адресованная Ганецкому, которая может служить примером классического отчета перед деньгодателями за вложенные средства. В воскресенье манифестация всей революции. Наши лозунги, вся власть советов, да здравствует контроль рабочих над производствами вооружения всего народа, хлеба мира, свобода. Грубо говоря, в одну кучу свалены все лозунги, которые могли импонировать вот той, так сказать, уже расхристанной массе, которая шла за большевиками, которая в конце концов и совершила Октябрьский переворот. Те листовки и лозунги, которыми Ленин во время июльского путча 17-го года хотел взбаламутить столицу России Петроград, все они вышли из-под пера Парвуса. Существует версия, что одной из главных целей большевиков в июле 17-го был захват на фоне беспорядков контрразведывательного отделения генерального штаба. Именно здесь сосредоточились документы и переписка лиц, изобличаемых в сношениях с неприятелем. Контрразведкой без согласования с Временным правительством была организована утечка компроматов в прессу. Временное правительство было вынуждено возбудить расследование по обвинению большевиков во главе с Лениным в государственной измене и организации вооруженного мятежа. В те годы это дело вел следователь по особо важным делам Александров, которого в советское время неоднократно арестовывали. В 1939 году он сделал органам НКВД следующее признание. Контрразведка в 1917 году предоставила в наше распоряжение несколько шкафов документов переписки Телеграм. Из показаний свидетелей. Большевики платили. За забастовочный день больше, чем за рабочий. За участие в демонстрациях и выкрикивании лозунгов от 10 до 70 рублей. За стрельбу на улицах 120-140 рублей. Согласно поступавшим сведениям, германские деньги направлялись в сибирский торговый и русско-азиатский банки в Петрограде. Главными распределителями этих денег были родственница Ганецкого Евгения Суменсон и большевик Козловский, юрисконсульт фирмы Парвуса. После октября 1917 года Мечислав Козловский будет назначен Лениным председателем чрезвычайной следственной комиссии в Петрограде и председателем малого совнаркома. Деньги для Ленина переводились из Берлина через немецкий банк дисконта Гезельшафт, стокгольмский НИА-банк. Директором которого был достаточно знаменитый шведский банкир и социалист Олаф Ашбей, который тоже жил и работал в этом районе. Ашбей прекрасно знал Ленина, Парвуса. В годы НЭПа Олаф Ашберг будет назначен Лениным директором Роскомбанка. Из воспоминаний Парвуса. После июльского восстания временное правительство припутало меня к процессу большевиков. Странно, что меня, германского гражданина, находящегося вне России, привлекали в России к ответственности за государственную измену. К тому времени прошение Парвуса о немецком гражданстве, благодаря протекции графа Бронкдорфа Рансау, было удовлетворено. Сидя в своих роскошных поместьях, бриллиантовых запонках, он оплачивал революции в стране, которую ему было не жалко и которую он ненавидел. Но для себя он оставлял кусочек совсем иного мира. Из показаний арестована Евгения Суменцем. Когда мы с Фюртенбергом приехали в Копенгаген, пошли к Парвусу, которого все называли просто доктор. Парвус занимал особняк, имел автомобиль. Он был очень богатым человеком, хотя и социал-демократом. Я в шутливой форме заметила даже, мне бы тоже хотелось быть таким социал-демократом. Несмотря на веские улики, все арестованные в связи с июльским мятежом были выпущены следователем Александровым под крупные денежные залоги. Ленин на допрос не явился, хотя Александров на это наивно надеялся. Обвиняемый в государственной измене, Ульянов Ленин скрывался тогда в разливе. Но не один, как писалось в учебниках. Вместе с ним укрывался от следствия тоже пассажир пломбированного вагона Григорий Зиновьев. В октябре 1917-го ходили слухи о скором подписании временным правительством и антантой сепаратного мира. Но не с Германией, а только с ее союзниками. Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. Называлась даже дата 8-9 ноября по новому стилю.